Северная часть Полевского, Площадь Победы. Представители трех ведомств Полевского госавтоинспекции, отдела надзорной деятельности и ВДПО проводят разъяснительную работу с полевскими водителями на тему наличия в автомобиле средств тушения. Повод – статистика за 2014 год. На территории Свердловской области произошло свыше 800 возгораний автотранспорта, в том числе и одно в Полевском. Сегодня на территории города Полевского совместно с сотрудниками ГИБДД проводим акцию «Огнетушитель в каждый автомобиль». Данная акция направлена на то, чтобы автолюбители приобретали в свой автомобиль первичные средства пожаротушения. Это касается не только огнетушителей, также можно противопожарное полотно в автомобиль приобретать. Огнетушитель и противопожарное полотно в автомобиле могут пригодиться в случае возгорания собственного автотранспорта еще до приезда представителей МЧС. Водитель имеет реальный шанс локализовать огонь самостоятельно. Более того, это поможет спасти других участников дорожного движения. Воспользовавшись своим огнетушителем, водитель в случае необходимости может спасти и чьи-то человеческие жизни. Совместные акции по городу Полевскому мы не только проводим в части обеспечения безопасности дорожного движения, но и взаимодействия с другими службами. Это с целью профилактики и особого мнения граждан об государственной инспекции безопасности дорожного движения, в части их понимания о заботе о гражданах и водителя в том числе. Из всего количества остановленных автомобилей, а это порядка 50 единиц транспорта, огнетушителя не оказалось почти у половины автовладельцев. Первое, что из средств пророжного движения, это должен быть обязательно огнетушитель. В зависимости от класса машины, категории, там и огнетушители разные. На легковой нужно минимум двухкилограммовые, или убедеслотные, или порошковые. Если машина большая, там уже идут либо два порошковых, то есть удвоенные. Ну и естественно во всех транспортных средствах для перевозки пассажиров, там совсем другие требования. Поэтому мы совместно проверяем, рекомендуем. Во время беседы с автовладельцами участники рейда разъясняют водителям, на что стоит обратить внимание при покупке порошкового огнетушителя. Надежный огнетушитель должен быть в металлическом корпусе. Продукция, предлагаемая в пластике, как правило, отличается ненадежностью. К огнетушителю должен прилагаться паспорт, а у продавца помимо паспорта должен быть сертификат соответствия и пожарный сертификат. Порошковые огнетушители оборудуются манометром. Если огнетушитель исправлен, стрелка должна находиться в зеленой зоне. ЧК огнетушителя должна быть снабжена пломбой. В комплекте должен быть раструб. Мы провели акцию с целью уведомления участников движения, что необходимо иметь при себе средства пожаротушения. Для чего это? Чтобы водители понимали, что у нас участились случаи возгорания транспортных средств на территории Полевского городского округа и принятие мер к их искоренению, так сказать. В рамках проведения акции водителям были вручены памятки и листовки, в которых содержалась информация, как тушить возгорание при помощи огнетушителя. Алгоритм действия такой – сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания, надавить на рычаг. Отмечено, что наиболее эффективный зал – первый, когда порошок выходит при максимальном давлении, за счет чего сбивается пламя. ГИБДД города Полевского просит водителей обратить внимание на собственную безопасность, а также не забывать об ответственности за жизнь и здоровье своих пассажиров.